Один из самых крупных мировых книжных сайтов manybooks.net написал рецензию на мою книгу, которая была переведена на английский язык. В этой рецензии, как мне кажется, самыми важными словами являются эти. Эта мрачная изобретательная книга просто-таки ждет, чтобы стать сценарием. А вот что написал несколько дней назад один из читателей. Добрый вечер, Петр. Читаю ваш шедевр, просто кайфую. Настолько проникаюсь в сюжет, будто смотрю фильм. Такого мощного произведения читать ранее не доводилось. Мне всегда казалось, что хороший интересный сюжет для книги, кино или очередного ролика на ютюбе – это очень легко. Ведь в этом мире так много интересного и необыкновенного. Столько, что хватит на миллионы книг и фильмов. Однако книги не читаются, а фильмы с бюджетами в десятки и сотни миллионов долларов смотреть невозможно. Скучно, пусто и никак. Техника исполнения великолепная, а содержания совсем нет. Так уж вышло, что самые драгоценные породы на планете Земля, те, благодаря которым в мгновение ока можно стать миллиардером, таятся на невероятных глубинах и формируются под огромным постоянным давлением, которое не ослабевает ни на секунду. Золото, бриллианты, нефть и так далее. Чтобы достать пару приличных камней, приходится порой выкопать даже вот такую яму. Поймите, Земля не так совершенно совсем важным, драгоценным и дорогим вашему сердцу и карману. Этот принцип действует всюду в материальной вселенной. Чтобы получить что-то важное, эмоционально важное или материально, придется очень глубоко копнуть и вспотеть. Это один из важнейших принципов и условий счастья и процветания. Все стало неинтересным и скучным, потому что никто не хочет глубоко копать. А самое ценное в глубине, оно всегда в глубине. Это касается и книг, и кино. А главное сюжетов для них. Но если долго сидеть, читать и изучать самые дальние уголки академических наук, в поисках интересных крючков для книг и сценариев, можно найти невероятное. То, во что тяжело поверить. Так я нашел самую страшную болезнь из всех существующих. И увы, это не просто кликбейтовое название для ролика. Действительно, ничего страшнее и мистичнее нее нет. В интернете, да и в учебниках по медицине о ней очень мало информации. А если я произнесу вслух ее название, вы подумаете, что за вздор, что за нелепая выдумка. Но это не выдумка. Сегодня я расскажу вам о синдроме фатальной семейной бессонницы. Вслушайтесь только. Синдром фатальной, то есть смертельной, семейной бессонницы. И эта болезнь не лечится и практически не замедляется медикаментозно. Дорогой друг, если ты посмотришь это видео до конца, поставишь лайк, обязательно подпишешься на канал и поделишься этим видео у себя в соцсетях, ты никогда не заболеешь синдромом фатальной семейной бессонницы. Обещаю, однако только в этом случае. Приветствую вновь на канале Нулевой Пациент. Если ты здесь, значит ты и есть настоящее сопротивление злу и обману. Сегодня о самом интересном. Мы начинаем, мой друг. Первая документально зафиксированная смерть, связанная с потерей возможности человеком спать, была зафиксирована в Италии, в Венеции в 1765 году. Термин же синдром фатальной семейной бессонницы полноценно возник и превратился в отдельную болезнь в 1986 году, не так давно. За все время фиксации данной болезни, внимание, ей болели всего 40 семей. Болезнь наследственная, и поэтому в ее названии присутствует слово «семейной». Загадочную и страшную болезнь, которая страшна прежде всего тем, что происходит с человеком в последние месяцы, впервые обнаружил и стал изучать Игнацио Ройтер в 1979 году в Италии. Помните, я вам говорил про первый задокументированный случай в Италии, в Венеции? Да-да, это тот же самый род и те же самые гены. Игнацио Ройтер стал свидетелем смерти двух родственниц жены. Покопавшись в архивах местной психиатрической клиники, он обнаружил информацию, что и другие предки жены в прошлом болели и погибали от бессонницы. Когда младший брат умерших родственниц жены тоже заболел, ход его болезни документировался, и после ее окончания мозг пострадавшего был направлен на изучение в США. С одной стороны, можно было бы сказать семье бедолаг, которая уже сотни лет наступает на одни и те же грабли. Хары размножаться, и никто страдать не будет. Возьми ребенка из приюта, будь счастливым и ответственным родителям, и все, этот кошмар закончится. Однако суть в том, что если один из родителей здоров, вероятность заболеть 50%, то есть выходит какая-то практически русская рулетка. Лично я бы на такой риск не пошел бы. И в этом утверждении есть тоже очень большое но, так как в среднем срок развития этой жуткой болячки 40-70 лет. То есть тебе, среди прочего, барахла в геномном наборе может достаться мутировавший ген с этой бедой, и лет до 40-50-60 ты даже знать ничего не будешь. Или думаешь, так короче, я сильный молодой, сделаю бэбика, но несмотря ни на что, если мутация в гене человека существует, она обязательно в определенном возрасте сработает. Итак, зачитываю. В конце 1990-х годов удалось идентифицировать мутацию, ответственную за болезнь. Оказалось, что в кодоне 178 гена PRNP, находящегося в 20-й хромосоне, аспаргиновая кислота заменена на аспаргин. В результате форма белковой молекулы изменяется, и она из нормального превращается в болезнетворный прион. Под воздействием аномального приона, другие нормальные белковые молекулы тоже превращаются в болезнетворные прионные. А, ну теперь нам все стало совершенно понятно. В общем, эта болячка не лечится, потому что уничтожает сам механизм сна. То, что за такую функцию отвечает, а не вредит процессу сна. То есть, влей в себя литры снотворного, морфия, любого успокоительного, это больному не поможет, так как сама плата, отвечающая за процесс, за понятие сна, нафиг перегорела навсегда. И подчинить ее не представляется пока возможным. Лишь генная терапия рассматривается как возможное лечение патологии. Однако, пока мы в начале пути в этой области медицины. И в начале, конечно же, следует научиться лечить более массовые смертельные болезни, а уже потом переходить к столь редким. Ну а теперь время настало рассказать, наконец, о том, почему же подобную болезнь можно считать самой страшной по протеканию и завершению. Человек, в чьей семье наследственно передается синдром фатальной семейной бессонницы, понимает, что заболел или, скажем так, патология начала работать в течение нескольких мгновений. Мощное потоотделение и сжимаются зрачки до состояния маленьких точек. После этого он уже знает, что погибнет мучительной смертью через 7-36 месяцев. И все эти дни и месяцы будут адом. И вот почему. На первом этапе в его жизнь придет все более и более тяжелая изматывающая бессонница. К ней добавляется развитие панических атак и фобий. Этот период продолжается в среднем 4 месяца. Представьте себе, что такое находиться в этом состоянии 4 месяца. Второй этап панических атак увеличивается до состояния очень серьезной проблемы. Больной сосредоточен только на них и на постоянном считывании собственного физического состояния. К этому всему добавляются галлюцинации. Какая прелесть! Этот этап длится в среднем 5 месяцев. Третий этап полная неспособность спать и быстрая потеря веса. Вдумайтесь! Полная неспособность спать длится в среднем 3 месяца. И как последний аккорд четвертый этап. Человек перестает говорить и перестает реагировать на окружающий мир полностью. То есть оказывается в неком кататоническом состоянии. Однако это состояние не сон, друзья мои. Потому что сна нет в том больном мозге. Эта стадия длится 6 месяцев. 6 месяцев безмолвного жуткого бодрствования. Следующая за этим стадия благостное высвобождение от этого всего. Я бы назвал это так. Наверняка понятия страшного для каждого свои. И кому-то иные болезни и их исход покажутся более страшными. Однако помните при каждой из этих болезней можно поспать после инъекции снотворного. И даже если человека парализовало полностью после трех лет и его нейронные пути отвечающие за бег речи, движения сформировались засыпая он может побегать поплавать в море и с кем-то пообщаться во сне. С синдромом фатальной семейной бессонницы это недоступно от 7 до 36 организирующих месяцев. Но не стоит волноваться друзья никому из нас это не грозит ведь болезнь наследственная. А потом я прочитал про спорадические случаи этого недуга. Спорадические значит случайные никак не связанные с наследственностью. Позвольте вам друзья рассказать о полицейском оперативнике который работает в отделе полиции куда со всего огромного города стекаются самые сложные дела связанные с убийствами в том числе и серийными. Полицейскому от 35 до 45 лет в общем зрелый но при этом молодой мужчина. Он к сожалению тоже заболел синдромом фатальной семейной бессонницы. Нейрофизиолог врач в одной из старейших психиатрических клиник сказал что осталось тому немного и последние месяцы жизни полисмена будут похожи на ад. Или он может попробовать экспериментальное лечение разработанное лично доктором. Возможно смерть но возможно и жизнь да с редким и странным сном который тяжело отличить от реальности да с галлюцинациями но долгая жизнь можно привыкнуть. Полисмен согласился а в городе тем временем появился жуткий серийный убийца которого просто невозможно найти схватить и понять человек ли это вообще и как он постоянно избегает поимки. После регулярного приема препарата полисмен оказывается в новом мире снов неотличимых от реальности и галлюцинаций преисполненных знаками и намеками о том кто серийный убийца и как его найти. То ли галлюцинация а то ли общение с теми кого не видно в реальном материальном мире то ли реальность а то ли загадочный невероятный параллельный мир. Конечно же маньяк это пациент психиатрической клиники который болел синдромом фатальной семейной бессонницы. Конечно же его таланты и мистические способности это результат экспериментального лечения того же доктора который лечит полицейского. Конечно же полицейский никогда не болел синдромом фатальной семейной бессонницы. Его заразил доктор мутировавшим геном больного из сумасшедшего дома. Нужен был талантливый детектив полиции который будет обладать теми же аномальными талантами монстра которого случайно создал доктор чтобы найти этого монстра и остановить. И это первый сезон сериала от которого вы будете в восторге. Я придумал этот сюжет когда узнал и изучил информацию о синдроме фатальной семейной бессонницы. Классные интересные сюжеты легко придумывать когда глубоко копаешь. Я рассказал этот сюжет генеральному продюсеру продакшена который делает фильмы для телеканалов ICTV, СТБ и Новый канал трех крупнейших украинских телеканалов. И этот сюжет не заинтересовал. Поэтому вы столь интересный сериал никогда не увидите. По мнению телевизионных боссов вы аж до ссания кипятком хотите смотреть это. Коридор! Дали мне коридор! Или я убью ее! Я сейчас ей горло перережу! О, молодец, Катюха, метко стреляешь. Давайте, пакуйте его быстро. Сама удивляюсь, как у меня это вышло? Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Вот вам еще одна самая страшная болезнь на земле. Тупость и зашоренность, боязнь рисковать и давать шанс тем, кто его заслуживает своим талантом. Если ты посмотрел это видео, мой друг, ты и есть настоящее сопротивление тупости и зашоренности, очень прошу подписаться на канал, поставить лайк под видео и оставить комментарий, нажать колокольчик и поделиться этим видео и поделиться этим видео в своих соцсетях. Все самое интересное еще впереди и помните, грядут перемены. Спите сладко! Субтитры